Работы по строительству инженерных сетей водоснабжения в селе Булатниково стартовали еще в конце февраля. Прокладка трубы протяженностью 6,5 километров ведется методом горизонтально направленного бурения. Происходит меньше демонтажа дорожного бетона, асфальтобетонного покрытия, газонов, тротуаров и так далее. То есть мы делаем небольшие входящие-выходящие котлованы, соответственно через эти котлованы попадает вода, попадает труба и соответственно уже, грубо говоря, остается на небольших участках сделать благоустройство. Сейчас на объекте трудится порядка 50 человек. Все работы планируется завершить без задержек к концу сентября. 500 кубометров воды в сутки покроют потребности жителей села Булатниково. Не только постоянно проживающих, а их не более 400 человек, но и дачников, благодаря которым население села каждое лето возрастает до тысячи. Это очень даже замечательно было бы. Потому что колодцы, я конечно не знаю, как это все дело, они же тоже осушаются и засоряются. В деревнях Орлова и Богданиха тоже вскоре появится чистая вода. После модернизации существующего ВЗУ там установят точно такие же фильтры обезжелезивания воды и ультрафиолетовые лампы для обеззараживания. Как и на водозаборном узле поселка Петровское, жители которого пользуются чистой водой с января этого года. На текущий момент там пробурены две новых скважины, абсолютно новых. Соответственно, по одной из них сейчас уже ведется водоснабжение, но пока не очищенное. Соответственно, будут установлены сейчас в стадии установки станции очистки воды. Централизованное водоснабжение до конца года появится также в селе Дроздово. Таким образом, благодаря президентскому нацпроекту и программе губернатора Московской области чистая вода в 2022 году более 15 тысяч жителей будет обеспечена качественной питьевой водой. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.